Мультиварка, главный приз конкурса «Предложи способ борьбы с должниками за ЖКУ, получи приз». Услышав об объявленной награде, Людмила Руфовальна очень обрадовалась. Уже полгода мужа просила подарить ей это чудо техники. Тогда и приняли решение участвовать. А в победе не сомневались, за плечами уже не один выигрыш. Я, конечно, обрадовалась. Говорю, давай-давай-давай, пиши-пиши-пиши. Я его тормошила очень здорово. И он даже, можно сказать, в один момент всю ночь не спал. Я написала целый лист. Я говорю, что? Я говорю, ну посылай. Начал звонить. И, в общем-то, вот так получилось, что мы выиграли. Теперь любимую геркулесовую кашу готовить будет еще проще. Акция стартовала 15 сентября 2013 года. Свои предложения на конкурс прислали более 50 жителей города. Причем участники конкурса живут в домах, которые обслуживают не только домоуправляющие компании. Вариантов борьбы с неплательщиками было много. Самый распространенный – арест имущества и запрет выезда за границу. Но вот определили победителя за творческий подход. Вот мы и выбрали именно человека, который подошел к этому творчески. Помимо банальных предложений, он сделал это в стихах. За границу таких пускать не надо. Для хитрых это большая утрата. Пускай за квартиру заплатят и хоть на край света укатят. Конкурс этот скорее для тех, кто долгов за коммуналку не имеет. Это еще один способ привлечь внимание к проблеме несвоевременной оплаты квитанции за жилищно-коммунальные услуги. А вот реальные методы борьбы надо устанавливать. А может быть даже менять на законодательном уровне, считает депутат законодательного собрания Александр Косовских. Чтобы такой долг не накапливался, что управляющая компания подала в суд по всем, не по каждому отдельно, а спискам. И суд тут же принял решение по ним. То есть упростить эту процедуру. Пока же таких решений не принято, приходится рассчитывать на сознательность нижегородцев. И все-таки Новый год лучше начинать без долгов.